Изменения в закон о перемещении транспортных средств вступили в силу с 10 июля. В работу по новым полномочиям Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города включился сразу. Первая задача у городских властей – навести порядок в деятельности служб по эвакуации транспорта. Эвакуация будет абсолютно прозрачной, заверил руководитель департамента. Производиться будет исключительно согласно законам и действующим правилам дорожного движения. Работа в этом направлении уже дает результаты. За вчерашний день по всему городу было эвакуировано семь автомобилей. Город сейчас будет перезаключать, во-первых, договора с теми службами, которые этим занимаются. Это первое. Второе. Мы, соответственно, город теперь уже имеем все полномочия, скажем так, и рычаги для того, чтобы совместно навести порядок. И в том числе, как с работой этих служб, так и, соответственно, с той ситуацией, которая есть у нас на отдельных участках наших дорог или улицах нашего города. Что касается, скажем так, тарифа за перемещение транспортных средств, то здесь тоже, конечно, та работа, с которой мы сейчас начинаем. Планы по совершенствованию схемы организации дорожного движения в мэрии масштабные. Первые изменения коснутся улиц так называемого «Золотого квадрата» в центре курорта и в Адлере. На отдельных участках дороги где-то необходимо заменят дорожные знаки, расширят парковочное пространство или вовсе запретят остановку. Глава города и первый заместитель главы города Чермит Мугдин Владимирович, который курирует эту тематику, это должна быть нужная услуга, если она у нас есть, она должна быть нужная услуга городу и населению. Населению той части, которая не нарушает, перекрывает нам дороги, в непонятном месте ставит транспорт, а той части, которая законно послушает, которая не может проехать из-за этого. Чтобы нововведения дали хорошие результаты, важным аспектом при принятии решений будет мнение общественности. Так уже на следующей неделе по городу будут работать волонтеры. Они запишут все идеи и предложения сочинцев по улучшению дорожной обстановки. Их мнения будут учтены при создании новой схемы и дальнейшей паспортизации улиц города. Программа рассчитана на три года. Сейчас уже могу уверенно сказать, что в бюджете следующего года будут заложены средства на паспортизацию. Скажем так, это будет первый этап. В течение двух-трех лет закончим полностью по всей уличной дорожной сети. Что получим в результате? Дорога – это линейный объект. Мы получим паспорт, который будет в том числе включать в себя схему организации дорожного движения. В первую очередь это делается для удобства жителей. Уже сейчас работает сайт «Городская среда», где зарегистрировавшиеся пользователи скоро смогут не только узнать о правилах движения, наличии парковок по той или иной улице, но и получать уведомления об установке новых дорожных знаков. Кстати, и их появление в городе больше не будет спонтанным, что вызывало нарекания у водителей, а только после процедуры согласования в специальной комиссии и публикации в СМИ.